Привет! Сегодня мы ездили с Мелисочкой закупаться в магазин Lidl и в магазин DM. И я сделаю небольшой влог на нашу небольшую закупочку. Это не все продукты на неделю. Мы еще будем докупать на текущей неделе продукты, так как чего-то не было, что-то уже раскупили, так как мы ездили уже в конце дня, за час буквально до закрытия магазина, поэтому уже очень многое часто раскуплено и пустые прилавки. Итак, начнем с водички. Вот такая водичка стоит 6 бутылочек в упаковке 2,28. Бутылочка Pepsi стоит 89 центов. Тостер стоит 85 центов. Бананы 1 килограмм стоит евро 29. У нас здесь 1 килограмм 282 грамма и отдали мы за них евро 65. Также огурец 39 центов. Помидоры 500 грамм 79 центов. Килограмм морковки евро 29. Лук килограмм 99 центов. Руккола 49 центов. Яблоки евро 99. Черника евро 99, 200 грамм. Черешня стоит 1 килограмм 9,90. Мы купили 578 грамм на 5 евро 72 цента. Далее приправы паприка и чеснок по 69 центов. 55 центов дрожжи 95 центов малиновое варенье соль 59 центов. Зеленые яблоки евро 49. Здесь килограмм. Далее выпечка евро 49. Вот такие слоеные ушки наподобие, как были у меня в детстве дома в Беларуси. Также бута кексы. Это кексы с... Ой... Ну, в общем, не обычные, а грубого помола. 99 центов 400 грамм. Две упаковочки по 200. Хлеб евро 19. Далее вот такое печенье с клюквой и белым шоколадом евро 19. Потом мюсли. Такие... Такие батончики. 89 центов 8 штук. Клюква евро 99, 200 грамм. Потом мюсли вот такие с фруктами. Евро 69. Здесь 750 грамм в кеколочке. И вот такие мюсли. Тоже с фруктами. Евро 55. Далее. Детям сухие завтраки. Здесь две упаковки по 375 грамм. Вот видно. Упаковка целая 750 грамм. Евро 89. Дети мои подсели на вот такие тинтин фиш риня. Это в тесте. Это кальмары, по-моему, если я не ошибаюсь. Стоит 2,69. Далее. Лапша и спагетти по 49 центов. Йогурт евро 29. Здесь 12 штучек по 60 грамм. 720 грамм. Манго я не помню, я сказала или нет. Манго сушеное евро 99. Сыр. Не помню, сколько стоит сыр. Колбаса 89 центов. Евро с чем-то сыр стоит. 99 центов. Вот такая салями трутан. И это индюшатина, по-моему. И вот это куриное тоже наподобие. Сыр стоит евро 59. Вот такой мелкий. И моцарелла тоже евро с чем-то. Не помню. Евро 9, по-моему. Фета. Сыр фета 69. Евро 69. Вот такая намазка 75 центов. Йогурт по 29 центов. Греческий йогурт натуральный евро 39. Вот такое мороженое евро 29. Обычное, простое, ванильное. И с орехами. Молоко 46 центов 3,5% и 1,5% 42 цента. Далее по 99 центов вот такой йогурт. 0,2% жирности. Персик, маракуйя и клубника. Здесь по полкилограмма в упаковочке. Это все, что касается закупки в магазине Lidl. И сейчас примерно мы закупились. Ну, здесь не все, что я выложила. Так как я говорила, что некоторые продукты я беру по несколько упаковок. Вот, поэтому у нас в итоге вышло на 80 евро 54 цента. И также сейчас из магазина DM. А, в Lidl мы еще купили. Никогда не пользовалась, не знаю. Вот такой порошок для стирки жидки 2,29. Попробую, потому что у меня закончился. И в DM я забыла купить. И, в общем, все в попыхах. Поэтому попробую. Не знаю, как этот порошок. Не могу сказать, но попробую. Для посудомоечной машины таблетки. Сама от 54 таблетки здесь 9,45. Далее для стирки я взяла пятновыводителя. Для цветной, для белой одежды. Ой, стоят они... Сейчас скажу, 2,75. Также евро 45 дезинфицирующий. Вот такой спрей. Затем Нивея. Это для бритья. Пенка стоит евро 65 с алоэ вера. Дальше вот такие салфеточки. Евро 25. Далее для мелисочки крем для лица 4,45. Мы перепробовали миллион уже кремов. И у нее, наверное, переходной вот возраст. И у нее теперь такие проблемы начали с кожей, что мы прямо не знаем, что нам делать. Что мы уже только не пробовали. Какие мы марки не пробовали. Не знаем. Ничего найти не можем. Вот более или менее, казалось бы, но подходит ей или Болея, или детская вот такая Baby Love из ДМ. Мы даже бы не подумали, потому что, ну как бы не подумали бы на эту марку. Но не то, что как на эту марку, а, ну в общем, не знаю ее. Как-то ей вообще ничего не подходит. Мы уже все поперепробовали. И нам девушка подсказала, что попробуйте. Многим очень помогает. Она еще ходит в бассейн. И от этой хлорированной воды у нее аллергия началась. И также с волосами у нее проблема. Перхоть прямо посыпалась у нее. И как только вот каникулы, она перестает ходить, у нее все более или менее начинает возвращаться. И также помогает. Она обычным гелем, вот этим ваш гелем, начала мыть. Это полностью можно и голову мыть, и от головы до ног. Вот здесь написано FonCop без Fuss. Это значит для... От головы до ног. Можно ребеночка купать. И вот это ей начало помогать. И шампунь тоже этой марки мы тоже попробовали. И ей немножко уходит потихонечку. В общем, помогает. Так же Мелисса себе купила за 85 центов вот такую помаду. Обычно мы берем или Fon Alverde, или La Vera. Но La Vera исчезла. Sensitive. Она вообще исчезла с прилавков. Я не знаю. Может быть, это только в нашем регионе. Но мы нигде не можем найти. Поэтому Мелисса вот себе взяла такую. Это новая какая-то. Вышла. В общем, она себе взяла такую. Захотела попробовать. Если ей уже более Bebelav помогает, то она как-то на этом, наверное, остановилась. И продолжу дальше. Вот такое мыло. Вот это стоит 55 центов. А вот это стоит 85 центов. Также для стирки вот такой спрей евро 49. И вот такой ваш гель детский стоит 2,35. Здесь, по-моему, пол-литра. Да, пол-литра. И так же я уже в видео, наверное, может быть, зимой, я так думаю, рассказывала вот про эти Бады и Багашинг. Это, в общем, водичку бросаешь и зверюшки такие, как мочалочки поролоновые. Вот здесь нарисованы какие. Потом образуются зверюшки вот из этих капсулок. Вот здесь капсулки и из них 4 вот эти зверюшки. 7,80 мы отдали за 4 набора. Здесь начали производить уже разные, интересные, поэтому у нас таких еще нету, Джелисочка их собирает, поэтому иногда побаловать можно. И в ДМ мы отдали сейчас я скажу 42,25 42 евро 25 центов. Вот такую закупочка у нас была небольшая, такую закупочку мы сделали с Мелиссой. Надеюсь для вас что-то было полезное, вы смогли что-то увидеть может быть новое для себя. Большое спасибо и до новых видео. Пока! Пока!